Видео номер два. Как научиться танцевать? Смотрите, значит, во-первых, научиться этому невозможно. Во-вторых, как сказал Данил в соседнем видео, чаще всего задается вопрос не как научиться вам танцевать, потому что не существует в творчестве самовыражения, критериев и норм. Есть другой вопрос. Как нравится людям своими танцами? То есть, как, например, понравиться девушке в каком-нибудь кружочке сальса в вашем городе? Или как прийти в клуб и танцевать так, чтобы над вами не ржали? То есть, вот об этом и речь. Танцы состоят из двух аспектов. Слышать музыку и координация движений. И давайте кратенько. По поводу слышать музыку у нас будет отдельное видео. И мы расскажем. Но если по-простому, то первый шаг – просто слушать много. Второе – притоптывать в ритм. Например, вы слышите «Я теперь один, выпускаю дым». Ама-та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». Простой бит. Вот то, что вы слышите. Этого, в принципе, в плане слуха достаточно. Существуют другие виды всякого слуха, типа ритмический, гармонический. Вам вообще ничего не надо, ни мелодический, ничего. Просто тупой бит. То, что Данил называет танцевать в такт. Если вы это освоили, то нормально. Второй этап – координация. Если вы ходите на какую-то гимнастику, карате, йогу, вы уже неплохо можете двигаться. Даже жонглирование позволяет вам лучше чувствовать руки. И, соответственно, вы это тоже развиваете. Потом вам надо просто соединить координацию движений с чувством музыки. Если у вас это получится, вы уже не будете выглядеть нелепо. При этом достаточно часто просто делать любое движение просто в простой счет. То есть, можно делать даже вот просто вот такое. Или, как некоторые делают, просто делать шажочки. Когда всякие люди на вальсе танцуют, иногда они делают вот так. И это они делают в ритм, и это уже нормально. Потом вы добавляете движения и придумаете, кстати, фиши. Кто-то уходит в какой-то там тиктоник, делает невероятно. Кто-то делает грув, кач, крамп. Кто-то уходит в брейк-данс. Это все ваше. Вопрос в том, как это достичь. Смотрите, ходить ли в танцевальную школу или нет. Точно да. Две минуты. Да, если вы понимаете, что вы максимально нелепо двигаетесь, вам говорят, больше никогда не танцуй, вы просто идете в танцевальную школу, и будучи ультра-дилетантом, там достигаете какого-то уровня, а потом начинаете танцевать по урокам, и потом уже просто фристайлить и на улице. Если вы же, например, уже неплохо двигаетесь, вы открываете YouTube, практикуете, ходите по улице, танцуете в клубах, около бара по чуть-чуть двигаетесь, потом помощнее в центре, и ваш навык постепенно растет. То есть, всегда помните, да, самое важное, пока я заканчиваю, что practice makes perfect. Количество танцев неизбежно перейдет в качество. Каждый ваш танец – это маленький вклад в дальнейшее суперразвитие. И вы просто перерастаете принцип перероста количественных изменений в качественные. Поэтому просто больше танцуете. Вот и весь вердикт. Пау!